Мастер своего дела Причем руководителем Михаилом Каноненко Здравствуйте, Михаил Ильич Сказала я уже, что вы бессменный руководитель А ведь цифра большая 29 лет В 1991 году началась вся эта история Время непростое для страны Однако же появились люди Которые начали поднимать Эту важную тему Мой товарищ в Воскресенском районе Товарищ ветеран ВДВ Валера Скрябин Воскресенские попытались создать группу Ребят единомышленников Было дикое время на самом деле Зарабатывание, много всего было Мы занимались спортом, развивали Боевое искусство, работали с детьми Я патриот на самом деле Считаю, что страна Россия Должна быть крепкой страной Развалилась страна Вы видите, что не было ни работы Ребята кто куда Были моменты, когда на те ребята, которые нормальные Попали в милицию Начали покуривать, попивать И уже такой пошел Распад общества Мы решили, что надо что-то делать Начать с малого Начинали мы с маленького Мы общались, беседовали Изучали укладку копола Выезжали прыгать с прошутом Ребята Изучали оружие Как правильно стрелять И так далее То есть готовили их к защите отечества Там маленькие пришли детишки Родители стали приводить И клуб стал разрастаться Видно Наконец Начальник ОВД Мне попросили Говорит, давай у нас здесь спортзал Есть хороший И мы там обосновались Занимался до 80 детей Было занятие в три этапа Младший, средний, старший В принципе мы сейчас этого принципа тоже придерживаемся На самом деле Самый благодарный труд Я детям говорю Ребята, спросите у родителей Любят они свою работу Одни приходят и говорят Нет, вы знаете Надо деньги зарабатывать Ребят, а я свою люблю работу Понимаете Вот я свою люблю работу И с ними очень интересно На самом деле Сейчас очень много малышей 6 плюс у нас категория деток Боевой самбо Изучаем я Я являюсь руководителем Боевого самбо Московской области Вот уже второй год подряд В субботу провели турнир Памяти героя России Кристинина Андрея Владимировича Впервые? Нет, уже второй год подряд В Балашке Это командир СОБРа Погиб при освобождении Заложников в 96-м году Мы теперь всегда выносим На все большие мероприятия И на малые Знамя Победы В форме 45-го года Вот как вы думаете Таким мероприятиям Для чего они нужны? Способствуют ли они Развитию патриотизма? Солдат погибает дважды Когда его убивают И когда не забывают Вот давайте Не будем давать ему Дважды погибнуть И вот вы знаете Мы изучаем Поисковую военную историю Выезжаем в поисковые экспедиции Вот мероприятия Связаны с поиском Представляете В лесу сидим Накануне в том году Подожжим Нашли бойца Там работала рядышком С нами Значит Ребята из Тюмени Приехали взрослые Мужики Окопы поднимали В человеческий рост Тоже много бойцов Нашли А там была дорога Утоптана Вы представляете Вот на утоптанной дороге Парень остановился Стал щупом В землю Говорю Дима Пойдем дальше Говорят Здесь вот уже Люди много прошли С металлодетекторами А я Говорят На щуп хочу попробовать И Говорят Слышите Вот как кость Звук похожий Мы стали Углубляться На глубине 20 сантиметров Обнаружил Нашего советского бойца Лежал на левом боку Единственное У него не было Части головы Потому что Осколок в 5 метрах Нашли Звезду Очень необычную Звезду Там был Молот И Саха Не серпом Молот А Молот И Саха Это старая звезда Да 37 года Вот Наш советский боец Погиб героически Попал под Мину Я говорю Ребята Смотрите Вот этот человек Это живой Это реальный человек Вот его личные вещи Вот его кости Кто-то его ждет Думал Ждал Не дождался Вот вы его видите Его видел В последний раз Еще и друг его С которым он бежал Представляете Взрыва его нет Ни друга Ни его Все Он погиб И кто его может видеть Когда мы Мы вот реально Поднимаем То Видим Что мы тоже Его можем увидеть Последний раз И вот с почестями Его провожаем Последний путь Мы в том году В Туле подняли 221 бойца Вместе С ребятами из Тулы Сколько всего За время Существования клуба Удалось бойцов поднять Больше тысячи человек 29 лет Такую эмоциональную нагрузку Нести Мало того Что подрастающее поколение Учить Показывать Чтобы не забыли Самому Непосредственное участие Принимать Как руководитель клуба И просто по-человечески Ну вот Как удается Баланс Жизни обычной И жизни вот такой На самом деле Я весь в работе Знаете Живу В работе живу Просто Мне просто Моя работа нравится Вы знаете Когда работа не нравится Она За какие деньги Человек не будет долго работать А мне она нравится Мне нравится Видеть Как ты формируешь Мальчишку Который становится Таким крепким Мужчином Или девчонки Которые У нас девочки Занимают места По боему Самбо удивительные Они лучше всех Разбирают автомат И такое тоже бывает Моторика Прыгать с парашютом Одеваем форму Того времени Допустим 45-й год Рассказываем Зачем надевать Форму того времени А вот расскажу Допустим Мне говорят Хороший вопрос задали Спрашивают А для чего Вообще Вы переодеваетесь Это шоу Это маски Шоу И такое И такое Я говорю Вы знаете К сожалению Ветераны уходят из жизни Как рассказать О событиях Того времени Вот мы приезжаем На реконструкцию 12-го года 1812 года В Бородино Там же люди Им это интересно Одевается форма французов Наглядь Да Одевается форма Наших русских войск И идет такая баталия Потом люди приходят Они расскажут Какая форма Почему она была Что за оружие победы У нас было Чем оно интересно То есть Наглядно Интерактивно Все можно потрогать Померить А когда на картинке В книжке Тоже интересно Но детям надо потрогать Даже взрослым Сейчас взрослые Они больше интересуются Чем дети Ну мне тоже интересно Тем более Вы сказали Что у вас в клубе Девочки есть Да И очень хорошие результаты Показывают Перед вами Макет автомата Да Макет Автомат АК-103 Макет Все приближено Все запчасти Так сказать Соответствуют весу И габариту Например Участвовал в великодечении Нет Это оружие Современное Современное Да Мы детям рассказываем Современное оружие Отсоединяем магазин Здесь Калибр 7,62х39 Снимаем с предохранителя Перезаряжаем Нет ли патронов Патронники Под углом Отпускаем Делаем контроль Выстил Рука идет Крем набору Здесь В прикладе А это здесь Откручивается Пенал называется Там ершик Для чистки Там отвертки Выколотки Ну то Нужно для ремонта Дальше Набор Да Набор Отсоединяем шомпол Отсоединяем шомпол Который используется Для чистки Ну дульный тормокомпенсатор Мы не будем снимать Как много запчастей Для чистки Да Ну на самом деле Это очень важно Да Конечно Это крышка ствольной коробки Это возвратная пружина Это затвор С ударным механизмом Очень много частей Ну это не так много Да Пистолет не рыгий Но он больше запчастей Вот неполная разборка Оружие Неполная разборка Собирается Также в обратной последовательности Давайте попробуем Давайте попробуем Да Что мы первое делаем Мы должны газоотводную трубку Ставить на место Так Вот сюда Да Да Мне спрашивают Нет Вот сюда Брат Мне спрашивали студенты А для чего вообще нужно Знаете Устройство Да Щелчка туда Нажимайте сильно Студенты отдыхали На водохранилище Пришли охотники Выпившие И стали приставать Девчонкам Автомат один на дереве Облокотил сайга Парень взял И крутил Как обезьяна Гранату Не знал что делать А так бы снял С предохранитель Сделал бы контрольный Выстрел вверх И бандиты бы ушли С своей стороны Но это опасно Это не опасно Это надо знать Все бывает в этой жизни Нужно знать То есть вы все-таки думаете Что каждому человеку Надо знать Как контрольно Ну это не оружие Это просто даже интересно Но это интересно Но ведь это может И в руки Людей Которые Вы знаете Кто плохие люди Они этим Найдут Да Найдут Как научиться Вот Надо ориентироваться На среднестатистического человека То есть все-таки стоит Стоит конечно Такие вещи И как применять Вставляете Вставляете Вот так сюда Вставляете Проворот Делаете Проворот И вперед За сколько времени Умелый человек Вот этот автомат Собирает Ребята После двух-трех занятий Сюда вставляете После двух-трех занятий И сколько занимается По 45 минут Нет Просто даем Вот он раз в 10 Собрал Разобрал Туда догоняйте До конца Аккуратненько Догнали До конца Сейчас На секундочку Не до конца Вот так вот Буквально что-то И так делаешь И все Да Здесь Дальше Возвратно Пружило Вперед И отпускайте Ломоза Пальчики бережем Все что где трется Так Вы видите Как вы уже практически Практически поняли Что к чему Вот здесь За сколько секунд Можно собрать автомат У нас 25-30 секунд Ребята собирают Разбирают Разборка Сборка Дальше Вот здесь Самая сложная часть Это вперед Догнать До щелчка Вот Поэтому Попробуйте Сами Щелчка Вперед Там есть специальная Такая Вот пасек Такая специальная Нажимаете Сюда Вперед И вниз Я пока не доломаю Здесь оружие Не успокоюсь Не убиваем Оружие Оружие Не убиваем Снимать Заново Дальше Предохранитель Дальше Пенал Ну это легко Да Пенальти тоже есть Хитрый-хитрый Сверху лучше Чтобы пальчики Не зажало Попробуйте Так вот туда Вот и все Далеко не засовывайте Бывает Застревает Дальше Шомпол Шомпол На место От маникюра Надо отказаться Если решили научиться Девчонки с ногтями Некоторые умудряются Умудряются с ногтями Но это уже навыки Когда она уже знает Что к чему Да И в магазин Пристегнуть оружие Так Нет Наоборот Другую Сюда И до щелчка И до щелчка Сюда Пяточку Сюда Все Оружие Собрано Готово Ну современные Что там делают Раз Вот они сейчас Учат стрелять Вот это движение Движение Раз Поменял Вставил Перезарядил Произвел огонь То есть Навыки Надо нарабатывать А вот как правильно Держать У нас Сейчас не в тире Значит Некоторые держат За магазин Вот как вы сказали Да Пришли вот Нехорошие люди Облокотили об дерево Ружье Значит Чтобы произвести выстрел Может у меня тоже Такая ситуация Снять с предохранителя Вот так Да Нет До конца До конца Значит До конца Одиночный выстрел На серединке Очередями Здесь два режима стрельбы А знаете почему Конструктор придумал До конца Человек в шоке До конца вниз А если очередями будет До конца вниз То он сразу Весь рожок выстрелит Поэтому До конца Одиночный Начинает стрелять Понимать Что-то здесь не так Поэтому Сделали Дальше Перезарядили Перезарядили Возьмите в руки Его Можете поставить Перезарядили Жестко Отпускать Отпустили Есть Он готов к стрельбе Прицелились Да вот как правильно Прицельная планка В плечо Вот так Пальчик сюда Да Пальчик сюда Вот так Держим за цевьё Вот так Да Видите мушка Детям показывают Два пальца Мушка Вот так вот пожалуйста Три Четыре Вот и всё Видите как Михаил Ильич Ну вы ещё и являетесь Руководителем штаба Юн армии Ленинского городского округа Расскажите об этой деятельности Поподробнее В пятнадцатом Да По моему Указом президента Была создана Эта организация Вообще Чем Что это Чем там занимаются Это молодёжное течение Ребята занимаются Военными науками Значит Есть военно-патриотическое Направление Есть Экологическое направление Для ребёнка Можете выбрать Свои направления Есть направление Интернет-безопасности То есть Они могут учиться Как правильно себя вести В интернете И так далее Вот В основном Конечно Ну просто название армия И как себя правильно вести В интернете Да Министерство обороны Сделали такой проект Михаил Ильич Ну вот как вы относитесь К тому Что некоторые осуждают Такую тему Что в нашей стране Очень много Уделяется Вот именно Военной тематике Я сейчас не говорю О патриотизме Не воспомнил Да А именно о том Что вот Детей в какие-то организации С военным уклоном Знаете Некоторые говорят Такое создаётся Как будто бы мы Да Готовимся к войне Да Готовимся к войне Или находится страна Постоянно В военном положении Ну вы знаете На самом деле Вы видите Какая непростая Геополитическая обстановка Вокруг России Мы в кольце Реально в кольце И если мы Совсем расслабимся То нас просто Возьмут тёплыми руками Ведь до этого Было ДСАФ Савиахим Всё это работало До войны До Великой Отечественной войны Люди спрыгали С парашютом Из их учили Летать на Самолётах И так далее То есть была подготовка Кому нравилось Те шли туда Кому нравилось Быть поэтами Они шли В В В В В В другие институты Вот Сейчас ситуация Семножко другая Здесь нужно показать Чтобы были ребята На защите отечества Готовы ко всему То есть это не призыв К тому что давайте Под ружьё вставайте Нет Научился Молодец Изучай Будь поэтом Будь компьютерщиком Кем угодно ты можешь стать Вот это просто Этап подготовки Мне всегда Нравилась форма Ну это форма Иноармейская Давайте попробуем Попробуем Себя примерьте Правда очень красивый дизайн Да Там у неё много И пол одевается Ну это конечно Для наверное подростков Ну это да В любом случае Ну хоть как-то себя ощутить Зимой в ней тепло Зимой в ней тепло Немножко К ней идут брюки К ней идут берцы Всё в цвет Да Всё в цвет берцы Всё это у нас рабочее Это невысловно Знаешь ли Это наверное хорошо Что даже есть какой-то элемент дизайна Да Дизайн Вот конечно продумано Это привлекает конечно Интерес возникает Детям нравится Когда они наглядно Парадно одеты Красиво Да Футболки Вот пола Вот берет Берет У нас вот прошёл фестиваль Форум молодёжи Как раз вот юноармейцы Были здесь у нас В Измайлово Вот Ну конечно Здесь был значок Юноармейский Не совсем как надо Однако же вот На любой размер Всё выпускается Могут себя ощутить Юноармейцам Я думаю что ребятам Такие рубашки Которые надевают В ту форму И выходят на парады Ведь они у нас В Ленинском городском округе Всегда идут Во время празднования У нас больше тысячи человек Да Мы в этом году будем принимать Я думаю 9 мая Родители нашего клуба Попросили чтобы мы Целым клубом Вступили в юноармей Я думаю что мы 9 мая подготовим Сколько человек Как вы думаете будет У меня сейчас человек Наверное 35 Таша уже у меня есть Ребята которые В разных мероприятиях Колонна будет большая Колонна большая будет достаточно Вот так что увидите Ребят вот в этой Красивой форме Это юноармия Это наше будущее Наше поколение Будущее Которое Сделает Россию Еще лучше Я в этом уверена Еще одна из Составляющих Клуба Ратник Боевой сабо Следующий Что здесь конкретнее Вы обучаете Здесь отрабатываем Ударную технику Чем старше ребята Тем у них Как это Более подбирается Более жестче Более жестче Да малыши Мы пока без работы В голову Отрабатываем Отдельную технику Борцовскую Отдельную ударку Потом соединяем Это все Без фанатизма Все делаем И на соревнования Ездите Да Есть у нас Чемпионы А ваши дети Тоже через райт Прошли Да У меня сын вырос Ему сейчас Сколько уже Ему сейчас Уже 25 лет Занимается Подготовку У него скалодром Сейчас тут поставил По площадке Пинголе То есть Прошел Дошел До определенной степени У него был Третий юношеский Вот Слава богу Дочка старшая Тоже ходила У меня У него выбора Нету У нее не было Выбора Но вот я хотела Спросить Это был их выбор Им действительно нравилось Они со мной ездили Не хочешь Я им дал уроки Делать И так далее Работай Молодой человек Мы разговариваем Денисочка Ножкой левой бить По собственному желанию Да По собственному Конечно Где-то я немножечко Подталкивал Чтобы не расслаблялся Время было дурное Честно Дочь когда росла Там надо было Чтобы чем-то занимался Стоп Следующий Не расслабляйся Вы видите Положительный результат Того Что они прошли Через такой клуб Конечно У меня Во-первых Работаем Во-первых У людей Правильное мышление Отношение К ценностям Жизненным Дружба Верность Понимание Момента Иногда люди не понимают Для чего Они вот Нужно делать То-то Он понимает Значит надо Так Тренер сказал Надо Значит надо То есть Взрослый Говорит Нужно Стоп Следующий Значит Нужно Делать так Так что Все сейчас Спокойно Демократик Каждый Сам себе Режиссер Без Хорошего Режиссера Сценария Не получится Понимаете Кто-то должен Все равно Помогать Подталкивать Вот они пришли Они вообще Ничего не умели делать Это вообще Ничего не мог делать Сейчас он Раскрутился Они вот такие Толковенькие Ребят на самом деле Оп Следующий Ребят Ну вам нравится Здесь заниматься Работаем Работаем А Михаил Ильич Нравится вам Да Вот видите Что при исполнении Служебного долга В республике Дагестан Село Первомайское Мне какой-то Можно Курс Молодого Бойца Держи Держи Стороночку Такую Несложную Самую Несложную Я сейчас Покажу На Вы Меня Допустим Давайте На мальчике Покажу А вы Потом Вы На мне Покажете Меня Хулиган Хватил За плечи Хватай за плечи Я просто Видите В руках Сумки Я просто Делаю Вот это Движение Сумка Раз Два И туда Элементарное Движение Я вас Хватил К тетеньке Пристаю Вы Что вы Делаете У вас В руках Сумки Ныряйте Под Мое Плечо Я вас Крепко Держу Вы Берете Сумку Сюда В живот Второй Сумка Сюда А я Уже Наклонился С колена Можете Ударить Бах Сюда Как раз Я стою Удар В пах И с ноги Меня можете Оттолкнуть Туда Все Если что У вас Ручки В кулачки Поставили И с левой руки С подшагом Ближней рукой Вот сюда В ладошку Шлет Прямо С подшагом Оп И все Да Еще Оп Человек Не ожидает То есть Сразу Бам Сюда Встали С подшагом Раз Удар Вот попробуйте А почему С левой Можно справа Вот с какая Детям всегда учу Встал в стоечку Работай Двигайся В этой стойке Как только Человек начинает Менять стойки Вот С подшагом С выносом Главное Рука не болтается У вас сустав Вот эта часть Локоть и плечо А вот этот сустав Про него забудьте Пока на время Жестко держите И с доворотом Туда Вот так вот Бах И двоечку Попробуйте Вторую руку выкинуть Раз Два О Ничего себе Еще раз Вот это да А если еще Вы сделаете Двоечку И нога сюда По ребрышкам Попробуйте Давайте попробуйте И ногу Во Отлично Тройка Давайте попробуйте Еще раз Видите Вы хороший Обучаемый человек С подшагом Раз Два И с ноги Все Человек голову-то Поднял Он закрывается Тут еще нога Пролетает По плавающим ребрам Мы как раз ударили В плавающие ребра Это очень болезненно На самом деле Запомнили Ну вот У меня теперь есть Такой коробкий Самбо Да Самооборонный Михаил Ильич Спасибо вам огромное И за то что показали Все большое спасибо Спасибо ребят Спасибо вам тоже огромное Идите сюда бегом Ко мне Стали туда повернулись Да Сюда Димка Чемпионы будущие Слава России Вы молодцы Друзья Спасибо всем Кто был с нами Сегодня на телеканале Видное ТВ Это была программа Мастер своего дела Я ее ведущая Юлия Поготья Будьте бдительны И не давайте себя в обиду Всем доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова